Привет-привет! И вы снова на канале Хочу все знать. Сегодняшнее видео будет об удивительной женщине древнего Египта, Клеопатре. Желаю всем приятного просмотра. Клеопатра седьмая. Клеопатра седьмая едва ли не самая известная женщина античности. О ней написаны десятки научных трудов и художественных произведений. Снято несколько фильмов, и тем не менее она все же является одной из величайших загадок истории. Клеопатра седьмая – последняя царица эллинистического Египта из магедонской династии Птоломеев. Эллинистический Египет – это период в истории Египта, начинающийся с совхождения в состав державы Александра Магедонского. Столицей эллинистического Египта стал основанный Александром город Александрия в Египте, в дельте Нила, превратившийся в один из основных центров греческой эллинистической культуры. Если бы не было Клеопатры, ее стоило бы придумать. Ее жизнь вдохновляла сначала живописцев и поэтов, потом драматургов и кинематографистов. Ее отношения с Цезарем и Марком Антонием любят представлять в виде классического любовного треугольника. Вопреки распространенному мнению, последняя египетская царица была совсем не хороша собой. Вошедшая в легенды красота Клеопатрии ничем не подтверждена. Но она была хорошо образованной женщиной. Клеопатра VII была первым фараоном из династии Птоломеев, кто мог говорить по-египетски. Кроме того, она знала еще семь языков. Ни для кого не было секретом, что Птоломей XIII только назывался фараоном, правило же страной Клеопатра. Плутарх, видевший портрет Клеопатры, пишет. Красота этой женщины была не той, что зовется несравненную и поражает с первого взгляда. Зато она отличалась неотразимой прелестью, и потому ее облик, сочетавшийся с редкой убедительностью речей, с огромным обаянием, сквозившим в каждом слове, в каждом движении, накрепко врезался в душу. Клеопатра выросла в выдающемся по тому времени центре Александрия. Поэзия, искусство, науки находили приют в этом городе, и при дворах египетских царей насчитывалось немало выдающихся поэтов и художников. Девушка получила прекрасное образование и свободно говорила на нескольких языках, изучала философию, была хорошо знакома с литературой и играла на разных инструментах. Она была образованной, умной, унаследующей от своих предков политический ум. Но в то же время она обладала сладострастной натурой. Для удовлетворения своих желаний Клеопатра содержала множество красивых мужчин. В те времена это вовсе не считалось безнравственным. Сохранитесь свидетельства современника, который пишет, что Клеопатра назначила смерть ценой своей любви, и что нашли обожателей, которые такое условия не испугало. За ночь, проведенную с царицей, безумцы платили своей жизнью, и их головы выставлялись перед дворцом соблазнительницы. Клеопатра была дочь фараона. Клеопатра родилась до Рождества Христова. Ее родители фараон Птоломей, 12-й, Авлет, и Клеопатра 5-я, родная сестра и супруга Птоломея. Обычная практика для представителей правящих династий Египта в то время. Кроме маленькой Клеопатры в семье росли две старшие сестры, Клеопатра 6-я и Береника, младшая сестра Арсиноя и два младших брата Птоломея. Последние египетские фараоны не были египтянами. Птоломей I был генералом в армии Александра Македонского. После смерти великого полководца он стал царем Египта. Если тебе не повезло, и ты родился не старшим ребенком в королевской семье, то шансы твои занять престол крайне малы. В 58-м году до Рождества Христова народ Александриева стал против тирана Авлета и сверг его. На трон взошла старшая сестра Береника. Береника выходит замуж за своего двоюродного брата, но очень скоро по ее приказу несчастного супруга задушат, что бы царица могла связать свою жизнь с другим. Три года Береника находится у власти. В период ее правления от неизвестной болезни умирает Клеопатра VI, следующая претендентка на престол. В 55-м году Птоломей XII возвращает себе трон при поддержке римского императора Помпея. Береники ее мужа отрубают голову. Теперь старшим ребенком становится Клеопатра VII. Если ты находишься у власти, то должен быть готов к тому, что эту власть у тебя постараются отобрать. Первую попытку свергнуть царицу предпринял ее собственный муж. Через три года после свадьбы. 15-летний Птоломей XIII не был самостоятельной фигурой, но за ним стоял чисто любивый наставник Пуфинус. В 48-м году в Александрии началось восстание. Клеопатра бежала в Сирию вместе с младшей сестрой Арсенои. Клеопатра и Цезарь Но Клеопатра была не из тех, кто легко сдается. Очень скоро она двинула армию к египетской границе. Брат и сестра, муж и жена, собирались выяснять отношения на поле битвы. В то же самое время в Римской империи тоже шла драка за власть между Юлием Цезарем и Помпеем. Проиграв битву при Фарсалосе, Помпей бежит в Александрию в надежде получить там политическое убежище. Но у власти не тот Птоломей, который в свое время римский генерал помог вернуться на трон, а его слабовольный отпрыск. Советники считают, что неразумно ссориться с Цезарем, поэтому Помпея убивают прямо на глазах фараона. Через три дня прибывшему в Александрию Юлию Цезарю преподносит своеобразный подарок от Птоломея XIII к голову Помпея. Советники просчитались. До того, как началась борьба за власть, Помпей был другом Цезаря, поэтому подарок ужаснул императора. Цезарь приказал прекратить военные действия и повелел брату и сестре явиться во дворец для разъяснений. Клеопатра прекрасно понимала, что стоит ей появиться в Александрии, как ее тотчас убьют приспешники брата. Царица придумывает гениальный ход. Ее, завернутую в ковер, тайно привозят во дворец в качестве подарка великому Цезарю. Ковер разворачивают, Цезарь попадает под ее обаяние. В эту же ночь они становятся любовниками. На следующий день Птоломея обнаружил, что старшая сестра перехитрила его. Он пытается взять штурмом дворец, но Цезаря дает приказ о его аресте. Если вы еще не забыли о Пафинусе, возглавляемый им и младшей сестрой Клеопатрии Арсеною и египетской армии начинает наступление. Александрийская война длилась полгода, пока в одной из битв не пал ее идейный вдохновитель Пафинус, а фараон Птоломей XIII утонул в Ниле, пытаясь спастись бегством. Александрия присягнула Цезарю, Арсеноя была арестована, трон вернулся к Клеопатрии, которая выходит замуж за единственное оставшееся из живых брата Птоломея XIV. После победы Цезаря и Клеопатрии отправляются в двухмесячное путешествие по Нилу. Именно в этот период Клеопатра забеременела и в положенный срок родила сына, которого назвала Птоломеем XV, Цезарионом. Цезарь признал мальчика своим сыном. Отныне в Александрии для защиты царицы находятся три римских легиона. Через год Клеопатра с сыном и супругом приезжают в Рим на торжество по случаю окончания войны. По римским улицам гонят пленных, в том числе Арсеною. Цезарь сохранил ей жизнь, но несколько позже Марк Антонио убьет Арсеноя по просьбе ее старшей сестры Клеопатры. Два года Клеопатра с сыном живет неподалеку от Рима. Ее царственный возлюбленный боготворит ее. Золотая статуя царицы Египетской помещена в храме Венеры. Цезарь даже пытается изменить закон, чтобы жениться на Клеопатре и сделать Цезариона своим единственным наследником. Увы, у Цезаря была законная жена Калпурина, женщина, о которой мало кто вспоминал тогда и помнит сейчас. Итак, 15 марта 44 года до Рождества Христова состоится знаменитое собрание Сената, во время которого группа заговорщиков убивает Цезаря. Клеопатра немедленно покидает Рим и направляется обратно в Египет. Вскоре после ее прибытия умирает Пталомей XIV, отправленный по приказу царицы. Никто не должен стоять между властью и ее сыном Цезарионом. Клеопатра и Марк Антоний После смерти Цезаря власть между собой поделили племянник Цезаря Октавиан, Марк Липидус и Марк Антоний. Марк Антоний приказывает Клеопатре явиться в Торсус, чтобы выяснить, не поддерживает ли она его врагов. Царица пребывает на барже, одетая в костюм Венеры, в окружении горничных, наряженных морскими нифами и мальчиков-купидонов. Марк Антоний очарован. Он бросает все дела и едет вместе с царицей в Александрию. Всю зиму продолжаются оргии и сомнительные развлечения. Клеопатра не оставляет его без присмотра ни днем, ни ночью. С большим трудом Марку Антонию удается вырваться из этого хоровода удовольствия и вернуться домой. Через шесть месяцев после его отъезда Клеопатра родила близнецов, Клеопатру Селену и Александра Гелиоса. Их отца она вновь увидит только через четыре года. К тому времени Марк Антоний женится на сводной сестре Актовиана Октавии. В этом браке у него родятся две дочери, обеих назовут Антониями. Марк Антоний начинает очередную военную кампанию, но очень скоро он оказывается в объятиях Клеопатры, которая становится его женой. На свет появляется еще один наследник – Птоломей Филадельфиус. Неожиданно супруга Октавия отправляется навести своего загулявшего супруга. В Афинах ее поджидает письмо от Антония, в котором он сообщает, что дальше ей ехать не нужно, он сам приедет в Афины. Узнав об этом, Клеопатра пускает в ход все свои женские уловки, чтобы не допустить встречи Марка Антония с его первой женой, законной. Ей это удается, Марк Антоний отменяет поездку, Октавия возвращается в Рим, так и не увидев мужа. Римляны возмущены подобным отношением Марка Антония к законной супруге. Последней каплей стало провозглашение Александра Гелиоса королем Армении, Клеопатры – селены королевой Крита, Птоломея Филадельфиса, королем Сирии. Созрено объявили царем царей, а Клеопатру – царицей царей. Возмущенный Октавиан объявляет войну Египту в роковом сражении неподалеку от Актиума. Клеопатра, решив, что Марк Антония проигрывает, спешно покидает поле битвы и фактически сдает своего любовника. Три дня Антония отказывается видеть ее, разговаривать с ней. Любовники возвращаются в Египт, где их настигает весть о том, что войска Марка Антония окрушены и разгромлены. Пора готовиться к смерти. Клеопатра экспериментирует с различными ядами, чтобы выяснить, какой из них приносит быстрый и безболезненный уход. В 30-м году войско Октавиана находятся на подступах к Александрии. Армия Марка Антония присягает Октавиану после битвы при Актиуме. Никто не сомневается, что Марк Антония потерял голову из-за женщины и не в состоянии мыслить самостоятельно. Клеопатра приказывает слугам объявить Антонию, что она умерла. В отчаянии он закалывает себя кинжалом. Еще живой Марк доползает до мавзолея Клеопатры. Царица боится открыть дверь. Поэтому смертельно раненый Марк Антоний вынужден забираться через окно по сброшенным Клеопатрой веревкам. Он умирает на ее постели. Смерть великой царицы Когда воины Октавиана окружили мавзолей, Клеопатра отказалась открыть дверь и попыталась покончить жизнь самоубийством, но ее обезоружили и взяли в плен. После похорон Антония она нескольких раз пыталась вести счеты с жизнью. Предупрежденная охрана пресекала все ее попытки. Чтобы обмануть бдительность будущего императора, гордая царица пала в ноги Октавиану, умоляла сохранить ей жизнь. Удивительно, но проницательный властитель Рима поверил бы искренне страдающей женщине. У царицы не было никаких иллюзий относительно ее будущего, как и ее сестре Арсиноя. Ей предстояло пройти в цепях по улицам Рима. Единственное, о чем она просила Октавиана, чтобы египетский трон остался за ее детьми. Клеопатре удалось избежать позора. Преданные царицы-слуги передали ей корзинку с плодами фиги. Стража осмотрела корзинку и не нашла в ней ничего подозрительного. После обеда Клеопатра написала письмо, в котором просила Октавиана похоронить ее рядом с Марком Антонием. Встревожный Октавиан отправил стражников на тот случай, если она опять предпримет попытку самоубийства. Но было уже поздно. Ее от маленькой змейки убивают почти мгновенно. Когда стража прибыла в покой Клеопатры, царица была мертва. Клеопатра VII была последним фараоном. После ее смерти Египет стал одной из римских провинций. Ее сына Цезариона по распоряжению Октавиана задушил учитель. Дочь Клеопатры Селена вышла замуж за короля Мавритании. А судьбе Александра Гелиоса и Птоломея Филадельфовца ничего неизвестно. Всю свою жизнь Клеопатра старалась сохранить египетский престол. И она проиграла. Проиграла потому, что была больше женщины, чем могла себе позволить. Дорогие друзья, это была история Клеопатры. А теперь я хочу вам рассказать 10 секретов красоты Клеопатры. И первый секрет – это гладкая кожа царицы. Клеопатре привозили не только морской соль, но и соль из соляных шахт. Морская соль является отличным пилингом, оздоровляющей процедурой, чтобы оживить кожу и удалить отмерзшие клетки. Повторить опыт Клеопатры можно так. Найдите мелкую соль хорошего качества, капните на нее несколько капель вашего любимого эфирного масла. Смочите кожу в душе, а затем наносите пилинг на кожу. Второй секрет – нежная и всегда молодая. Благодаря тому, что царица Египта использовала в космических средствах такой компонент, как цельное маточное молочко, ее красота и поражала. Маточное молочко производят пчелы. Продукт этот невероятно питательный. Маточное молочко помогает в естественных регенеративных процессах, мягко ухаживая за кожей. Поэтому использование этого компонента важно для тех, кто хочет избавиться от морщин. Косметические кремы, содержащие маточное молочко, помогают уменьшить темные круги под глазами, увлажнить кожу и разглазить морщины. И третий секрет – молочная ванна из молока 700 ослиц. По сведениям, которые пришли от Гиппократа, Клеопатра использовала молоко 700 ослиц для приема ванной. И вот почему. Молоко содержит молочную кислоту, которая действует в качестве мягкого эксфолианта. Разумеется, у вас нет ни 700 ослиц, ни литров ослиного молока. Однако по составу максимально эффективно будет добавлять в ванную пару литров цельного козьего молока. Гладкая и увлажненная кожа – награда за труды. Свидетельство того времени утверждает, что кожа царицы благоухала. Этот эффект достигался добавлением целого стакана натурального меда в ванну. Усильте эффект ванны Клеопатры, добавив ароматные эфирные масла, например, жасмин и сандаловое дерево. Клеопатра, кстати, добавляла для запаха миндальное масло. Четвертый секрет. Маски для лица Клеопатры. Голубая, белая, розовая глина – довольно популярное космическое средство и сегодня, как и во времена Клеопатры. Царица активно пользовалась природными дарами. Глина смягчала кожу, а естественный пилинг освежал ее. Такое очищение делало ее кожу всегда подтянутой и создавало необходимый баланс в природных свойствах кожи, климате Египта и увлажнении маслами. Пятый рецепт. Вечная молодость. Еще один древний рецепт красоты, которым владела Клеопатра, заключался в терапии конопляным маслом. Конопляное масло отлично подходит для кожи, потому что в его составе высокое содержание белков и незаменимых жирных кислот. Жирные кислоты по структуре и свойствам напоминают липиды кожи, поэтому они легко впитываются. А свойства масла в качестве увлажнительной используются против старения кожи. Теперь косметологи открыли новые свойства конопляного масла. Оно помогает бороться с акне, заживляет мелкие ссадины, вылечивает псориаз и экзему. Шестой секрет. Секретный ингредиент для волос. Доказано, что Клеопатра внесла свой неоценимый вклад в книгу лечебных средств. И одним из ее рецептов было избавление от выпадения волос. Клеопатра рекомендовала тем, кто страдает от облысения, ежедневно бриться и втирать в лысую голову прогорклый жир крокодила или бегемота. Однако, вместо того, чтобы пытаться воссоздать рецепт роста волос Клеопатры, обратите внимание на продукты, содержащие сок алоэ. Этим соком с незапамятных времен люди пользовались многие столетия. Седьмой секрет. Еще одна тайна для роскошных волос. На этот раз секрет прост. Роскошные волосы царицы – это куриные яйца. В соответствии с древним рецептом необходимо тщательно взбить три яйца, втереть волосы, а затем тщательно промыть теплой водой. Ни один шампунь не оказывает такого чудотворного влияния на волосы. Восьмой секрет. Нерафинированное масло – корития. Чистое масло, семян дерева ши, которое имеет ореховый аромат, радовало Клеопату в климате пустыни Египта. Этот сильный антиоксидант стимулирует выработку коллагена, снимает раздражение, увлажняет и регенерирует кожу. Кроме того, обладает противовоспалительным действием. Девятый секрет. Розовая вода. Розовая вода – очень деликатное средство, с помощью которого можно ухаживать за кожей после процедур. Она действует как тоник. Чтобы сделать самостоятельно розовую воду, вскипятите смесь – одну часть розовых лепестков на две части воды, а затем охладите. Десятый секрет. Пчелиный воск. Пчелиный воск можно встретить и сегодня в ряде космических средств. От бальзама для губ до туши для ресниц. Гладкая и увлажненная кожа – результат его регулярного использования. Можно повторить опыт Клеопатры, только стоит опасаться аллергических реакций. Клеопатра была не только великой правительницей, также она славилась своими любовными связями. А ведь историки утверждают, что она имела обычную внешность. Бюсты и портреты Клеопатры не отличаются особой красотой, и из-за этого все стали сомневаться в ее романах. Клеопатра была жрицей Исиды и знала приемы египетской магии, как все царицы Египта. Неужели секрет привлекательности Клеопатры в том, что она хорошо владела магией? Это не значит, что она обманывала своих мужчин. Она верила в себя и была достаточно могущественна, чтобы притворить свои желания в жизнь. Легенда, которую рассказывают до сих пор, гласит, что незадолго до смерти, находясь в глубокой депрессии, Клеопатра выбросил свой талисман в воды Нила. Талисман принес царице великую любовь, но не помог контролировать политическую ситуацию в Римской империи. Слуга по имени Нануа, тоже жрец Исиды, был с Клеопатры, когда она выбросила талисман в реку. Он заметил, что ожерелье упало в заросли папируса рядом с берегом и вернулся за ним позже, надеясь, что ожерелье и ему принесет любовь. Неизвестно, нашел ли Нануа любовь, но, умирая, он предал его храму, чтобы талисман хранили, как бесценную память о великой царице. Дорогие друзья, на этом все. И это была история великой Клеопатры. Надеюсь, вам понравилось и вы получили удовольствие от просмотра. Всех благодарю. Поставьте лайки, если вам понравилось, не забывайте. До скорых встреч. Пока-пока.